В Заполярье встретили эшелон с трофеями. В Заполярье встретили эшелон с трофеями. Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибыла в Мурманскую область. Спецпоист с уникальными экспонатами сначала сделал остановку в Кандалакше, после чего направился в Оленигорск. На железнодорожных вокзалах обоих городов посетители имели возможность осмотреть их в течение двух часов. Ознакомиться с содержанием выставки пришли тысячи жителей Заполярья. В ходе военно-патриотической акции состоялась торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского движения юнармия кандалакшских и оленигорских школьников. Ранее в городе воинской славой архангельский юнармейцами стали 70 юных архангелогородцев. Во время остановок на вокзалах городов Кольского Заполярье военнослужащие Северного флота обеспечивают организованное проведение выставки. В Кандалакше поезд «Сирийский перелом» встречали мотострелки Арктического соединения. В Оленигорске этой части были удостоены военнослужащие частые состава объединения ВВС и ПВО Северного флота. В областном центре, городе Героя Мурманске, выставка «Сирийский перелом» пройдет 22 апреля. К слову, это самая северная точка из всех пунктов, где побывает незабываемая экспозиция. Акцию в Мурманске откроют командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и в Реа губернатора региона Андрей Чибис. За час до этого на привокзальной площади начнется выступление творческих коллективов города и оркестра штаба Северного флота. Во время акции на привокзальных площадях функционируют пункты приема на военную службу по контракту. Там находятся офицеры кадровых органов Северного флота, которые отвечают на все интересующие вопросы посетителей, а также рассказывают об особенностях и преимуществах прохождения военной службы в Заполярье, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии, осуществляют подбор кандидатов на вакантные воинские должности. Желающие могут прямо на месте пройти тестирование на профессиональную ориентацию к той или иной военно-учетной специальности. На платформах поезда и в спецвагонах сирийского перелома представлено более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, рационов питания, экипировки и оборудования, захваченных у террористов. Очередной географической точкой на карте маршрута следования спецпоезда станет Санкт-Петербург. Прибытие воинского эшелона на Московский железнодорожный вокзал запланировано 24 апреля в 15.30. На акцию «Сирийский перелом» приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, юно-армейцы, а также военнослужащие с семьями. Александр Пинчук, Красная Звезда